Внимание родители! В Чувашии участились случаи выпадения детей из окон. Когда ребенок выпадает из поля зрения взрослых и остается один на один с окном, угроза жизни и здоровью высока. Дети очень уязвимы из-за естественной любознательности. Если взять статистику за последние несколько лет, то это десятки детей, десятки здоровых детей, как мы уже говорили. И по-прежнему, несмотря на то, что все средства массовой информации, интернет заранее предупреждают о возможных последствиях, количество детей, падающих с окон, к сожалению, не уменьшается. И это, конечно же, связано с безответственностью родителей. Многие думают, что с ними такого точно не случится. Но о трагедии не застрахован никто. В этом году уже произошло несколько несчастных случаев, когда маленькие дети выпали из окон. Был случай, этот ребенок упал с 25 утра, как он говорит. Ну, ему, можно сказать, повезло. Наделался и в его косе предплечье, и в его косе гольные, без смещения, и в уши при легких. Сейчас он уже после реабилитации у нас выписан. Вот прошлый четверг, сказал, ребенок оставленный без родительского досмотра, пятилетний ребенок с пятого этажа. И он тоже, если можно сказать, повезло, что его прохожий успел заметить и поймал на руки. Это поэтому у него только ушиб легких, и череп не открывает раму, стрясение головного мозга. То есть без перелога костей. Был случай, в том году у нас папа кормил ребенку на подоконнике. Это, по-моему, ешь, ешь, повернулся ребенка, нет, и выпал в окно. Чаще всего дети падают, когда опираются на москитную сетку. Она создает обманчивое ощущение защиты, но не выдерживает веса ребенка. Для того, чтобы застраховать его от случайного выпадения из проема, предусмотрена специальная защита на пластиковые окна. Она имеется в персонале каждой оконной компании. Это ручка с ключом. Она стоит достаточно недорого. Поменять можно на любую другую ручку, которая у вас стационарно установлена. Родители могут, нажав на эту кнопочку, достаточно нехитрым способом, не спрятав ключи, уже не разрешать детям открывать окна. В принципе, как бы это невозможно. Сил ребенка не хватит, чтобы провернуть эту ручку. Только подведя ключ, возможно, будет открыть этот окон. Другая защита у нас является стационарно установленным на раме. Тот же детский блокиратор на открывание. В принципе, вот при таком положении окно не открывается, но имеет свойство проветриваться. То есть, работает на откидывание. Открыть такой замок ребенок, опять-таки, не сможет. Только родители, которые приложат свой ключ, провернут его, и, в принципе, он начинает работать. Только в этом случае. Защита здесь того, что ребенок не догадается открыть окно путем того, что это нужно, ручку продавить. То есть, путем продавления данной ручки она только начинает поворачивать. Если же такую манипуляцию не делать, то сама ручка, она сама по себе не работает, не поворачивается. Цена установки дополнительной защиты от 500 до 800 рублей. Именно за такие небольшие деньги можно купить безопасность для ребенка. И многие родители предпринимают соответствующие меры до того, как малыш научится ходить. Но, к сожалению, взрослых, у которых не доходят руки и не хватает времени или осознания угрозы, тоже достаточно. Поэтому дети продолжают получать увечья или гибнуть. Редактор субтитров А.Семкин